Наш эфир продолжает программу Леона Майнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. Надеюсь, вы наблюдали за съездами двух ведущих партий нашей страны. Вот да, конечно. — Можете преподнести, познакомить нас со своим анализом того, что происходило? — С удовольствием. Сначала начну с формы, хотя форме меня практически никогда не интересует, но здесь она была настолько разительной, разной, что хочется и об этом поговорить тоже. Значит, четыре дня на прошлой неделе и четыре дня на этой неделе, значит, на прошлой неделе был демократический, как называемый съезд, его и съездом назвать сложно, потому что обычно все происходит очень торжественно, в каком-то огромном зале, несколько тысяч человек, собираются все Америки, играет музыка, там, так сказать, танцуют шапки, шляпы, шарики и тому подобное. Таким образом энтузиазм подогревается. А зачем вообще, так сказать, делать этот съезд? Ну, формально понятно, так сказать, выбрать, ну, как бы, так сказать, утвердить предложение, план работы нашей партии на четыре года, что мы предлагаем американскому народу, если у нас выберут, и вот такой хороший план, давайте выбирайте у нас. Вторая задача — это подогреть энтузиастов, подогреть свою, так называемую, избирательскую базу. У каждой, это каждый раз меняется, но у каждой, так сказать, вот, у каждой партии есть своя база, она может немножко изменяться в ту или другую сторону, но она, так сказать, имеется, еще называют ее коалицией. Вот моя коалиция — это те, кто пришел за меня голосовать, там, может быть, там, женщины-предместии, или там, так сказать, молодежь, там, так сказать, черная, или там, так сказать, там, скажем, пожилые люди рабочего класса, там, и тому подобное. Это собирательная коалиция, но вот основные люди, которые голосуют за эту конкретную программу, — это база. Вот эту базу надо подогреть, потому что одно дело они пошли голосовать, а другое дело они помчались, уговаривая всех остальных, толкать их и говорить, это так замечательно, вот как при Обаме было первый раз, да, народ вошел в такой экстаз, чтобы мы, там, не расисты, мы такие хорошие, мы, так сказать, вот смотрите, взяли и выбрали негра, значит, выбираем в качестве президента, ну, слово «негр» нельзя произносить на то, да, но «негра» выбираем в качестве президента. А, значит, и зажечь базу, чтобы она помчалась, так сказать, что-то делать, а не просто голосовать. И последняя, наверное, самая важная задача, она — уговорить тех людей, которые колеблются, то есть не присоединившихся пока ни к одному, ни к другому лагерю, я не люблю называть их независимыми, потому что они могут быть и внутри одной партии, и внутри другой партии, вообще беспортивные. Просто первый раз люди, которые голосуют, и люди, которые спят, и никогда не голосуют. Но вот как-то уговорить вот этих людей, которые еще не решили, за кого я мчусь голосовать, что голосовать надо вот за нас, потому что мы делаем там для тебя, для страны, для того, для сего такую замечательную вещь. То есть на самом деле форма подачи важна. И вот в этом году там не было вот этой вот совместной такой какой-то вот тусовки, при которой, так сказать, смотрят люди по телевизору, интересно там, что-то происходит, захулись на какие-то дела. Тут же тебе там враждующие радиотелевизионные ведущие, ну, соперничающие, не враждующие, да, начинают рассказывать что-то, анализы давать. То есть один дает, кто-то сказал «да», и один сказал «вы слышали», что в его итоге было «нет». А кто-то говорит «вы слышали», а он сказал «да здравствует», просто «здравствует» вы не прозвучало. Ну и тому подобное. То есть было интересно. То вот сейчас у демократов было как бы предсказать предсказуемо скучно. А большинство того, что происходило, было записано заранее. А как оратор, который много раз выступал и записывал тоже, надо быть очень большим профессионалом для того, чтобы вещь, которая происходит не на публике, а идет в записи, где стоят там один, два или три человека, направляют на тебя свет, и все, и ты не видишь людей, которые как-то реагируют, это шамнет очень сложно. То есть надо быть еще раз очень большим профессионалом для того, чтобы в кинокамеру выдавать те же эмоции, телевизионную камеру, неважно. Что происходит, когда ты выступаешь на людях? А некоторые смущаются из-за того, что на людях, им кажется, реакции, это не знает, как с этим бороться, а другие, вот как ваш покорный слуга, невероятно радуются этому, потому что я люблю, когда много людей меня слушает, и я слышу от них реакцию, чувствую, вижу, мне легче что-то говорить. И вот записанные речи обычно скучные. И вот, значит, почему они вообще записывали все эти речи? По одной очень забавной причине. Дело в том, что Байдена нельзя отпускать говорить вживую, даже если есть большое количество то, что называется телепромтеров, то есть попросту компьютерных экранов, на которые ему написанную кем-то другим речь показывают, медленно, так сказать, ведут снизу вверх, а он ее просто должен читать. Вот, значит, их обычно этих как минимум два, налево-направо, чтобы человек мог поворачиваться, а это сделают четыре, чтобы, так сказать, уже видно было отовсюду. И вот он умудряется, Байден, наделать ошибок, искать глупости, даже когда он читает вот с экрана, с экранов, он переводя взгляд с одного экрана на другой, умудряется забыть, где он находится, зачем он здесь стоит и тому подобное. Ну, я немножко утрирую. Значит, из-за того, что Байден не мог говорить вживую, они вынуждены были, не могут же сделать все остальные там, или там половину вживую, а он почему-то все читает заученным голосом и заранее записано, чтобы можно было много раз исправлять. Я уверен, что он два десятка раз все это читал, вырезали кусочки, вставляли, чтобы было естественно. Ну, значит, как бы он это делает, а остальные там, вживую или почти вживую, нехорошо бы звучало. Поэтому они были вынуждены практически всех, за редким очень отключением, давать вот в записи. Причем в записи без людей. Это было скучно. Второе, получился очень неподготовленный по развитию съезд. Ведь режиссура, а нужно сказать, что у демократической партии, как бы есть весь Голливуд, да, весь Голливуд кричит, там, мы там за демократов, мы там за справедливость, мы против Трампа, то есть, ну, окей, мирового класса режиссеры должны быть. Вот они не смогли, даже при том, что они имели мирового класса режиссеров, они не сумели построить это действие так, чтобы становилось интереснее, 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 и нас бы что-то еще уговаривали. Проблема в том, что они не могут рассказывать нам действительно, что они хотят делать. Потому что если они расскажут, что они хотят делать, то ровно половина тех людей, которые их слушают, тут же от них отколется. Может, они побежат голосовать за Трампа, потому что там лично Трампа не любят, да, но она, по крайней мере, не пойдет за ними. Они должны были выдумывать две вещи. Первое – это какие мы хорошие, а второе – какой Байден, и Байден настолько замечательный, а второе – какой Трамп плохой. И вот вся их конвенция была построена на том, чтобы не сказать ни слова, ни о том, как их отряды громят города, ни о том, что все эти города – это демократические города, ни о том, республиканского, ни о том, что они защищают, а не демократы, руководство этих городов защищает не тех людей, которые выбрали их, которые платят им зарплаты, которые платят полиции для того, чтобы их защищали и того подобное, а они защищали погромщиков, чтобы, не дай бог, полиция никак не остановила погромщиков. Зачем им все это нужно было? Это совершенно отдельная история. Второе – они никак не могли рассказать нам, что все, что они пытаются сделать, это они не пытаются построить новое что-то хорошее, они пытаются то, что уже построено до них, забрать часть этого довольно большую у людей, которых они называют там, ну, как бы они их называют богатые, мол, к вам ними. Вот если до 400 тысяч в год вы получаете, мы у вас копейки не возьмем. Но они почему-то не посчитали, сколько триллионов долларов каждый год будет стоить их программ. Потому что если бы они нам рассказали об этом, то даже ежу было бы понятно, что такого количества денег ни у богатых, ни у средне-богатых, ни у малобогатых нет. Надо будет деньги хватать, забирать у всех и раздавать вот всем тем, кому они собираются раздавать деньги. Значит, они не могли даже зачесть свою программу, в которой написано, так сказать, им нужно свою базу поддерживать, да, они поэтому пишут, что они хотят делать. В этой программе, в Болт Ай Диас, как они говорят, Байдена, Болт Ай Диаса, смелые идеи Байдена, которые невероятно похожи на идеи Маркса, Алинского, Ленина, Мао Цедуна, кстати, Гитлера и Муссолиде тоже. Так вот, а, и еще на одного человека, они очень похожи, они очень похожи на FDR, Франк Ладеландо Рузвилд, идеи, которого скопировал и просто перенес в нашу жизнь Берни Санкерс. И вот, значит, кто составлял программу Байдена? Берни Санкерс. Ее потом немножко смягтили, углы там подделали и прочее. В этой программе сказаны страшные совершенно вещи. Сказано о том, что будем посылать деньги в три страны в Центральной Америке, да. Почему? А там очень плохая ситуация, поэтому они все хотят переехать в Америку. Нам надо посылать туда деньги, чтобы создать там такую хорошую жизнь. У них, не у нас, у них. Создать такую хорошую жизнь, чтобы они не захотели к нам идти. Если бы они эту идею озвучили, вот так как я это сейчас озвучил, как там у них это написано, то ровно половина людей, которые их и смотрят, выключили бы телевизор на этот момент. Но дополнительно к этому они хотят послать еще несколько миллиардов, десятков миллиардов, может быть, сотен миллиардов. Они не говорят, сколько в Африку. Потому что мы, люди белые, которые придумали цивилизацию, электричество, там Ньютон предбежал тоже к этому, да, Максвелл и тому подобное. То есть мы создали цивилизацию, и она начала, извините, портить воздух и атмосферу. И вот за то, что мы портили атмосферу неразвитых стран, то есть экологию, да, мы должны посылать деньги в Африку, чтобы компенсировать их за потерю, я не знаю, чего-то, сказать, здоровье или чего-то еще, дырки озоновые наверху. Если бы они это сказали, то, так сказать, и из оставшейся половины еще половина ушло бы оттуда, да. Остались только те, кто вообще не платит налогов, кто занимается просто грабежом, вот как сегодня мы видим, да, и кто рассчитывает на то, что ему в государство будет в той или иной форме, то есть государственные чиновники и бандюги, и, так сказать, безработные, и на Велфере, там, и тому подобное. Ром не сказал, что у нас страны их 47%. Думаю, что уже меньше, после того, как Трамп был в офисе 4 года, их стало намного меньше. Все-таки при нем 7 миллионов человек устроилось на работу. И, значит, нечего им было говорить, поэтому, с одной стороны, это было ужасно по форме, нудно, скучно, без развития, один за другим, непонятно было, вот выступил этот, у республиканцев тут же было понятно, почему вот сейчас вот этот выступает, почему он говорит после того, как этот сказал вот это, да, а потом, а, сейчас они, наверное, будут говорить об этом, бум, они говорили об этом, что развитие, которое кульминировалось в выходе в 4 день с дочкой Трампа, Иванкой, а потом, подготовленной ею, так сказать, появился Трамп, я об этом еще поговорю, это был такой театр, от которого можно было просто умереть от счастья, если ты, конечно, не ненавидишь Трампа со страшной силой, просто потому что у него рыжие волосы, вот, значит, по сути, демократическая конвенция, к сожалению, была такой же скучной, как и по, и по внешнему виду и по проявлению, а были ли там какие-то яркие люди? Были, конечно, так сказать, пол Америки, там, почти половина Америки, они там считают себя, определяют себя как демократы, конечно, есть и хорошие люди, конечно, и, как сказал Трамп, есть хорошие люди со всех сторон, его потом, да, и, Байден говорил, что он сказал это об антифе, или там, а, ага, я мантифе, наоборот, что он сказал это о белых супрематистах, фашистах, неправда, он сказал, что, спите, стоить с другой стороны, есть нормальные и хорошие люди, что правда, вот, им сказать нечего, в этом проблема, все, что они говорят, это, а давайте мы переделаем, не построим что-то новое не создадим что-то новое не 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 вернем работы в америку давайте мы вот разрушим 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 заберем отберем и переделаем и вот это у них было на уровне эмоций точек которым эти люди которым достаточно эмоций наверное так прекрасно их воспринимает о да я эмоционирую вместе с ними черного нас плохо у нас системный расизм и в этом виноват травм с тех пор как пришел травм там системный расизм еще в четыре раза увеличился и все стало ужасно и все создала баба а трамп пришел и вот когда травм пришел в первое что он сделал это он допустил значит вирус страну и из-за этого все упал значит допустил вирус страну кстати очень интересное утверждение а трамп 31 января этого года закрыл все сообщения с китаем сказав что ребята так сказать они завозят к нам в таких количествах этот вирус мы не можем все время подзаражаться что говорит на завтра после этого байтон он сообщает что трамп расист гомофоб ненавидит китайцев как прочим он ненавидит и там малазийцев и и немцев и тут он хамонцев и так кого угодно он вообще-то ненавидит ненавидит всего расист и поэтому он закрылся проходит две недели на цепи носи говорит то же самое и начинает организовывать праздник китая в китайском квартале сан-франциско соответственно без всяких массов без всякого таскать я не потому что надо это носить их носите надо удаленным быть друг от друга просто к тому что есть тогда уже если вы такие умные говорит что трамп поздно это сделал то значит надо было показывать как вы более быстро чем трамп предвидели все вот прямо и сновидящий и прочее значит до марта месяца то есть два с лишним месяца и полтора месяца и прошу прощения полтора месяца демократы все руководство демократической партии орала кричала что трампа четвертовать за то что он закрыл сообщение сначала с китаем потом с европой и он он прекратит он разрушит нашу экономику сделать сейчас они все кричат что он и утверждают во время съезда несколько из них в том числе и байден утверждали что вот если бы они послушались байдена то у нас не было бы 180 смертей стать совершенно не уверен что 80 смертей от ковида с моей точки зрения было как мне кажется половину этих это чисто выдуманной долина я не врач статистики это самое у меня просто искать мою политическое ощущение пути переходим к тому что происходило вот четыре дня до вчерашнего дня на республиканском съезде а с моей точки зрения был блестяще построен там было какое-то количество записанных речей большинство речей было вживую записаны были только те которые было очень конкретно очень вставить обязательно не забыть этого человека показать его в каком-то определенном месте он что-то определенное делает или таскать вокруг него что-то происходит потому что это все было маленькими вот этими вот штучками которые в пазл не помню как они называются посылки доставляется чтобы потом начала возникать картина особенно меня обрадовал последний четвертый день финал вообще в гениальный а последний день когда все это дошло до апогея когда три дня подряд нам рассказывали о том какая программа что вам от этого будет как ему мы говорим что выверт 10 миллионов за 10 месяцев 21 года мы обещаем вам 10 миллионов человек новых рабочих мест организовать из которых один миллион будет в производстве что огромное количество при обае как вы знаете производства 70 тысяч фабрик заводов удрали от нас при 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 трампе они возвращаются обратно миллион новых рабочих мест производстве это огромное количество пошла крупного начинают предсказать сервисы там и тому подобное организовываться все что нет все крыльцо производства ты вода объяснила было как мы это сделаем откуда мы это возьмем сказано было что мы не можем остаться без лекарств или отдать лекарства ноут китаю сказано какие-то другие вещи которые поняли вот вот чек слушает это и говорит да действительно сказано было что полицию нельзя уплавили вас потому что вам будет плохо жить от этого сказано было что мы уж увеличим количество денег которые идут на полицейских мы увеличим количество тренинга полицейским мы мы поможем разобраться с с другими таскать структурами которые восстанавливают помогает мы обязаны помочь малому бизнесу вернуться обратно вы сделаете таким-то таким-то образом четкая по пост по стадиям по по индустриям по по направлению разбитая и понятная совершенно картины вот выступает четвертый день который практически начинается слов там начало не важно самое это практически начинается с того что один за другим у себя дома сняты люди которые говорят черный какие-то таскать латино там кто-то еще как обыкновенные сады сам самые такие как такие за эти американцы толстые которые говорят я был демократической партии всю мою жизнь они ушли от меня они меня бросили они сейчас социалисты они они черте что делают не голосуйте за них я их оставил следующий говорит с ними нельзя иметь дело они допустили на нас это вот про ту черную которая разгромит уважает нас уничтожает и они не защищают нас один за другим один за другим потом появляется полицейский человек который председатель союза полицейских вышедших на пенсию говорить я 50 лет 50 лет служил я 50 лет был был в этом я по всей стране знаю людей не знаю ни одного полицейского который хотел бы голосовать за байдена и этот кошмар который нам устроили следующий выступает вдова полицейского которого убили она буквально плачет во время пожилая женщина сзади фотографию мужа она белая вот черный она видом потрясающий был человек его убили вот и я я не могу даже представить как я пойду голосовать за за демократов то есть они массово показывали демократам что это нормально больше не голосовать за демократов базу подложили вот какую жизнь мы вам предлагаем а сейчас пошли дальше выходит джулиане я очень боялся что он честно говоря про украину насчет рассказывает что вообще не по делу было но нет удержался он там иногда его заносит а так вот он говорит я получил город который был самый самый разбойничий самый кошмарный город из всех столиц или крупных городов мира я за несколько лет довел его до состояния седьмого самого спокойного большого города на земле посмотрите что происходит сейчас посмотрите как это все происходит значит их их политика их демократические вот эти вот защита не тех удары не в ту сторону привели смотрите к чему дальше дальше появляется человек который работал полицейским в нью-йорке голове у меня уже честно горят искать я уж не помню точно кто за кем который рассказывает о том ужасе который сегодня творится в нью-йорке и как как люди которые они должны находиться оружием в руках для того чтобы защищать свои бизнес а если этого не делают их бизнес громят они выходят их пытаются судить в демократических городах и сразу же после этого выходит человек который рассказывает что у нас собираются отнять наше наше оружие составлять списки составил один список там бета урок будет этим заниматься вместе с камалой хайс список составили чего отнять пошли а ты обязан сдать нет послали национальную гвардию тебе это отбирать это оружие будешь спротивляться тебя возьмут тюрьмы любит то есть вас у половины полицию они позволяют бандитам разворовывать убивать вас ваши бизнесы ваши дома бандиты уже дома начинают лезть если вы не в курсе да на улицах что что происходит а у вас отбирают единственный способ защищаться у них есть палки железные искать бутылки замороженные пистолеты а у вас ничего не будет еще один будет сто а у вас один или двое как только что произошло с рядом пола на которого попали просто по дороге рядом с белым домом около ста человек на него напали слава богу там оказалось рядом полиция отбили и протащили его до его гостиницы в общем заканчивая так сказать это сам я обязан сказать про про самый самый финал того что а значит происходило его строя на этом выходит иванка трамп это уже дело происходит в уже белый дом мы видим где-то 1700 1800 человек стульев расставлено ни одного человека в маске может быть один был и трое не знаю но так нет все они сидят близко друг другу я так понимаю что их всех тестировать на входе если у них коронавирус или нет но а значит они сидят на фоне белого дома выходит иванка сзади нее белый дом американские флаги она выходит в черном строгом платье блондинистые волосы которые значит с двух сторон ровно лежат и знаете вот сказать она говорит с народом двумя руками как бы к ним поднимая руки вот абсолютно ощущение такое искать внутри да что это статуя свободы с тобой разговорили которая говорит я представила четыре года назад человека который никогда не было в правительстве и говорил о том что он сделает я гордо сказать что этот человек который я представил мой отец сделал все что обещал вот есть несколько вещей которые надо доделать потому что конгресс не дал но он сделал это 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 услышал вашу жизнь здесь улучшил там уже хотите чтобы и дальше это продолжалось давайте я позову его сейчас моего отца и пусть вам сам расскажет гром аплодисментов значит на сзади на белый дом луч света на балкон на балконе появляется трамп формально одетый и рядом совершенно потрясающе красивом платье невероятно красивая жена его милания и они под звуки таскать гимна и всех и другой музыки спускаются значит по внешней лестнице и выходят прямо на сцену и начинается самое главное что происходило значит во время этой конвенции то есть речь трампа а что же такое мы что же такое они в чем разница между вашей жизнью если мы останемся у власти и какая у вас будет жизнь если они придут власть речь рассказывать не буду потому что сами слушайте сами читаете и в этом дело когда он заканчивает свою речь вдруг значит начинается салют а салют с другой стороны то есть вот все сидят спиной к вашингтону городу к этому самому мемориальному столбу лицом к белому дому а трамп стоит значит он на площадке и смотрит на зрительный зал и на вот эту самую значит на 1 на стену который там стоит и рядом со стены начинается салют все сказать оборачиваются салют такой которого никогда в жизни чем подобного не то есть то есть то есть что-то вот заканчивается салютом гром аплодисментов думаю но все кончилось и в этот момент идут вдруг музыка оперная музыка и откуда-то голос от потрясающий голос оперного певца к сожалению будем свалил кто это белый дом тот же балкон с которого вышел трамп стоит трое певцов камерный оркестр сидит там сзади них идет вот это вот настоящая оперная потрясающая берущая за душу мелодия которая показывает вот это наша культура вот это мы вот не не разбойники которые там бьют там под крики и вопли ездят на машинах и включают на полную мощность какой-то там не хочу говорить что да таскать рэп бывает всякий но таскать с матом и прочих вот эту нашу культуру и это было до слез просто до слез спели три песни потом спели god bless america значит бог благослови америку и на этом вечер кончился вечер кончился на невероятном энтузиазме тех кто 20 с лишним 30 миллионов смотрели это и те кто там сидел и присутствовал и моей семьи а сейчас давайте вы уйдем на перерыв а после перерыва поговорим дальше и примем звонки возвращаемся в программу леона воинштейна голос здравого смысла телефон в студии 847 4 0 0 5 2 0 0 если будут вопросы пожалуйста звонить или выскажите свое впечатление о том что вы видели на предыдущем съезде на съезде демократов и на съезде который завершил свою работу вчера съезде республиканцев а милане очень удачно подобрала цвет платье когда даже такая но камера зума вот сделала на этом темном фоне но все в основном были в темных каких-то одеждах такое яркое зеленое пятно когда они и говорили умница умница даже вы правда зеленый свет каждый любимый свет цвет любых фотошоп мастеров фотошопа чтобы на него значит что-то одевать очень легко зеленый подменять поэтому конечно пошли уже там тысячи от от не очень доброжелателей пошли тысячи замены и платья на что-нибудь другое но думаю что это те кто хорошо относится к президенту их милане никак не повлияет а тех кто ненавидят их и считают что она уродливая кошмарная идиотка там и тому подобное то что они пишут и по сравнению с мишель обама она просто квазюмода и жаба ну тех это клинический случай тут нам с вами делать нечего добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте уважаемый лион мне так кажется что трамп победит в любом случае но получим мы эту победу только тогда когда если левые не будут фальсифицировать выборы у них очень большая возможность это сделать особенно если они настоят на голосовании по почте вот как можно контролировать допустим на песенке там выставляются эти бочери ну те которые следят за голосованием за выборами они могут увидеть фальсификации а вот если это по почте куда нужно посылать контролёров чтобы контролировать этот процесс вот как вы это понимаете видите спасибо большое ну давайте я вот детали я честно не знаю может быть серёжа знает кто-то другой а я поговорю общее утверждение у нас есть два два типа штатов с точки зрения политической значит большинство штатов в общем мы знаем практически без сомнения какая партия победит в штатах там в калифорнии в общем будет абсолютное чудо если победит не демократическая партия поэтому чтобы они не проделывали здесь в калифорнии с точки зрения голосования она на президентские выборы никак не скажется а на выборы в конгресс действительно может сказаться но там таскать есть несколько районов в калифорнии где победят в любом случае наверное победят все-таки республиканцы а второй москве так точно также есть определенные штаты которые республиканскими только такой большой перевес там 10-12 пунктов что вряд ли если там подскать если они республиканские там руководство республиканской и прочее значит такой так подделывать они не смогут потому что это контролируется и не дается людям людям демократам так сказать дело то что они могут себе позволить сделать в калифорнии там воленосии и тому подобное значит и вторую тип это в которых достаточно небольшая разница голосов за последние скажем там несколько там выборов то туда то сюда качались либо там один по процент пол процента полтора два процента разницы то есть штаты которые мы называем battleground то есть штаты в которых и будет решаться таскать вот борьба штаты значит в которых будет идти военная борьба а вот эти штаты очень важно чтобы у них было две вещи а первое это вы вы понимаете все я надеюсь что у нас не прямом голосовании по количеству голосов избирается президент а у каждого штата есть определенная соответствие с населением штата количество голосов так называемых выборщиков а чит которые вот в калифорнии там 50 висконсина 8 так вот все равно в любом случае калифорнии 50 голосов уйдут к демократической партии а там каком-то другом штате там 11 голосов все равно уйдут к республиканской партии посчитано уже что до начала голосования у байдена условно говоря у демократов есть там 200 приблизительно голосов выборщиков а у республиканцев есть 130 голосов выборщиков и скорее всего так сказать невозможно никак поменять в ту или другую сторону эти глаза а нужно 272 голоса для того чтобы скажем победить в президентской годке ты вот скалеблющиеся штаты дадут вот эти дополнительные либо таскать 72 голоса байдену либо там 100 голосов там 130 голосов трампу и в них собственно идет пойдет вот эта самая борьба вот я думаю что демократы из-за того что они не могут так легко менять правила в каждом штате надо поменять правила это не то что все американские взял заставил всех голосовать по почте каждый штат отдельное государство которое решает как у них это будет делаться соответственно демократы не могут так легко коли это делают в или носили в калифорнии менять ситуацию и поэтому они не только и не столько надеяться на обман который обязательно будет конечно так на коленой страсти что люди очень спокойно ради таскать цели цели оправдывая средства будут лгать обманывать там таскать подсовывать а воровать там и т.б. лишь бы добиться своего но я думаю что они больше рассчитывают на другое они больше рассчитывают на то что страна из-за того что будет так сложно считать какие-то там голос таскать бюллетени придут позже кто-то будет кричать что их нужно тоже учитывать какие-то вскроются выяснится что там что-то неправильно и будет такое количество судов как и в конгресс и в сенат и в местные там всякие своего управления так и в президентство что демократы очень надеяться и они во второй день своей конвенции сказали это просто с со сцены вышел секретарь штата калифорнии сказал приготовьтесь к тому больше не начали голосовать приготовьтесь тому что подсчет не произойдет значит решение в эту ночь он будет долго происходить и тут же вышел вышла за ним а по мичиганская что же секретарь штата и вдруг сказала следующую фразу требуйте разрешение голосовать по почте то есть значит не то что будем обманывать мы будем задерживать и вот если им удастся задержать решение про президента до 20 января то травм больше не президент а решать должен конгресс но если конгресс не будет еще утвержден новый а старый 3 января уже прекратил свое существование у них нет нет права ничего делать после 3 января значит с 3 по 20 января если нового конгресса не не будет не состоится если таскать не не будет вот присяги приведет конгресс то верховный суд будет решать кто у нас президент он может позвать кого угодно там от пенса до мишеля обамы хиллари клинтон любого человека который родился на территории сетей штатов америке прожил здесь больше тридцати лет интернет не сидел там в тюрьме и т.д. и т.п. а я думаю что они хотят рассчитывают и будут готовиться не к не столько к обману во время голосования хотя это конечно как я уже сказал будет происходить сколько к сумятице и вот такому кошмару который будет устраиваться и во вреда в это время будут погромы и в этом либо будут пожары в это время будут перестрелки убийства и т.д. так что вот я думаю что это вот такая вот идея следующий звонок добрый день пожалуйста в эфире алло здравствуйте здравствуйте уже всем известно понятно о том что если пройдут честные выборы то победит трамп поэтому демократы желают провести голосование по почте вот почему вот демократы республиканцы молчат за том что вот если провести погромы гребежи и поджоги то можно выводить людей на на улице а почему когда вы проводить голосование в избирательных участках то выводить людей на улице нельзя почему кроме трампа все молчат спасибо ну во первых это не так во вторых если ты достаточно высокопоставленный там деятель чиновник или избранный какой человек ты не можешь говорить гипотетически то есть можешь но должна сказать говорю гипотетически потому что широкомасштабный обман во время голосования у нас нигде не выявлен обманы да проблемы да но широкомасштабные нет поэтому нельзя сказать что на основании широкомасштабных обманов там и подлога мы там то все второе это это не очень не дело федеральное это дело каждого штата и внутри каждого штата что-то с этим происходит все понимают что это так но сказать этого нельзя сказать ты понимаешь учеб зашел в дом выстрелил потом вышел и стоит а там обнаружили убитого человека ты как бы понимаешь что это наверное он убит но ты не можешь сказать ты убийца потому что ты у тебя нет тысячи процентов доказательства не присутствовал камеры зарегистрировала сказать его отпечатки пальцев еще не были сняты просто на основании того что он зашел и вышел это был выстрел в это время нельзя сказать что он убийца так что я понимаю чем вы говорите но но во-первых говорят а во-вторых а во-вторых в каждом штате свои свои заборочки добрый день дорогие уважаемые ведущие у меня один момент небольшой такой а я наверно что-то пропустила но у меня такое было впечатление как будто бы у байдена только один сын был они звуком и ни разу по моему не показали фотографию у хантера или еще что-то не подскажите да вы пропустили потому что у него было двое сыновей и одна дочь они много говорили о умершем сыне делая из него героя может и был герой а вот и показывали его фотографию возбуждая таким образом к байду на определенные отношения потом выступал хантер и выступала дочка байдена они все так сказать как бы ратовали за папу а таки я пропустила тот там гордый отец трамп а семья так приятно было смотреть спасибо всего вам доброго спасибо спасибо добрый день пожалуйста здравствуйте вот у меня не совсем ясно а значит вот в нашем штате мы можем выбирать голосовать по почте или и те непосредственно на свой участок и там голосовать а в других штатах есть ли такое что обязательно голосовать только по почте и нет других вариантов у них спасибо вы знаете я могу говорить с уверенностью только про калифорнию я не думаю что вот нет других вариантов но в калифорнии происходит следующее во первых неожиданно совершенно все мои знакомые которые начали проверять статус выяснили что они оказывается запросили они никогда в жизни этого не делали им предоставили право голосовать по почте никогда в жизни они этого не запрашивали иными словами всю калифорнию похоже просто автоматически взяли и вдвинули дефолтом как будто все мы я я запросил я много лет это делаю давно представил доказательство что я там такой-то человек там вся моя семья это делает а так что у нас все так чисто законно но другие люди не просили этого это значит всем калифорнийцам пошлют по почте значит вот пакет дальше если вы не хотите голосовать по почте то вы берете этот пакет вы приходите в место где голосуют а вы показываете пакет вы его рвете сами вы не отдаете его никому в руки вы его рвете сами бросаете вырунную урну и вам вместо этого дают бюллетень если вы не приносите его с собой то вам скажут вы уже проголосовали вам уже послали и тому подобное вчера наш совершенно неуважаемый губернатор объявил что резко сокращает количество точек в которых можно голосовать то есть кроме того что они всем рассылают просла разошлют уже а значит пакеты для голосования по почте они еще и делают так что тебе было сложно далеко неудобно и очень долго стоять в очереди пошел очень сократил количество мест все это естественно делается под тем что мы не можем позволить нашим работникам заразиться страшной болезнью и тому подобное а ну под этим вот страшную болезнь ковид там коронавирус у нас много чего сейчас в стране делается и так я уже сказал да это подлог да это обман да это то-се но на выборы в президенты это наверное оказывать влияние не будет вот кстати висконсин тоже сделал одну интересную вещь они тоже там демократическое управление но это это к сожалению battleground стоит то есть штат в котором будет идти война вот значит секретарь их штата вдруг объявил что любой житель висконсина может пойти в любую точку на территории висконсина и проголосовать а как вы знаете там запрещено у нас спрашивать демократических штатах нельзя спрашивать кто такой те верят на слово ты должен показывать неких удостоверений но тут значит можно усесться посолить там стольких на автобус или десять тысяч возить их из одного места где голосуют в другое но при этом если ты голосуешь не в своем участке то твой голос будет зачитываться только для голосования о президенте обо всем остальном нет то есть иными словами значит ну допустим посадили 30 тысяч человек и повезли их по всем точкам они проголосовали никак их голоса не будут в висконсине учитываться при выборах в их губернатора и конгрессменов и сенаторов и прочее прочее но будет учиться при голосовании в президент то есть ну подоноческого подлость война отвратно это все и прочее но господа это война значит значит с этой стороны я не знаю что делать нам с вами да но я надеюсь что люди которые работают со стороны струбиканцев тоже что-то делают нам с вами необходимо голосовать потому что в случае скажем если к моменту истечения полном и даже не к моменту истечения полномочия 14 декабря каждый секретарь стоит как правило должен заверить сертификат сертифицирующий результаты выборов количество выборщиков и так далее направить в конгресс и совместным заседанием конгресса 6 января если я не ошибаюсь это новый состав конгресса они должны утвердить так вот нет ну по сути а на сегодняшний день происходит так каждая делегация от каждого штата имеет один то есть в этом случае конгресс решает кто будет президентом но проблема в том что 3 января слагая полномочия венцы пелоси прекращает существовать и если будут суды не только президентские а и а если вы президентские будут и на все остальное на члены конгресса то они не смогут привести к присяге новый конгресс а старого третьего января уже не будет но на сам на самом деле суды начнутся сразу после первого же дня вот после дня голосования начнутся суды надеются демократы до середины или до конца января но если мы вспомним двухтысячный год верховный суд направил решение свое секретарю стоит во флориду и те вынуждены были за сертифицировать результаты выборов хотя она могла тянутся еще до бесконечности да если у нас будет две тысячи семьсот тридцать четыре суда по всем штатам то так быстро это не решится и что тогда и тогда единственное кто может принять какое-то решение это 9 человек в черных калатах которые называются верховный суд а у нас есть неприятное у всех ощущение что с робертсоном что-то случилось робертсом что-то случилось а именно такое вирскал ощущение что его на чем-то подловили и он почему-то последние три или четыре своих решения делает очень не характеристическими для себя а прямо противоположными его предыдущим убеждениям поэтому мы не знаем ситуацию там если это так то это пять четыре против я я не знаю будет ли верховный суд принимает решение относительно кого назначить президентом верховный суд верховный суд может обязать секретарь of state засертифицировать результаты выборов вот что может сделать верховный суд я не думаю что верховный суд может в своем решении написать что президентом будет джо байден или дональд трамп может быть и хиллари клинтон не думаю мишель обама как почему это настолько серая я слушал несколько выступлений дешкович считает что конгресс уже не будет судиться и к третьему числу новый конгресс придут присяги и скатись пару человек которые совершенно в этом не уверены то есть это такое очень серый если если нету нового конгресса а старый кончились полномочия просто не имели права голосовать ни по какому поводу то единственный орган который у нас остался задействован работающим это вот 9 человек в среде средний вода зашкаливает за 79 и искать али в черных робот будут решать судьбу америке даже в ваши опасения относительно судьи робертс и не безосновательно он действительно ведет себя как минимум стране это как он выдумал как спасти обама керр он еще три раза если не ошибаюсь сделал безумно странные решение голосовал за безумно странно то есть безумно стран и у нас времени практически не остается давайте попробуем еще один звонок принять только очень коротко здравствуйте да я хотела немножко просто уточнить насчет вот этого было-то который если вышлют а человек хочет голосовать лично то может быть калифорнии можно порвать его я не знаю у нас его нельзя рвать нужно принести на нем даже написать войт при вас и слышали давайте я еще раз повторю я сказал обязательно принесите с собой в избирательный участок этот конверт пусть будет открытый неважно вы покажете что он вы по нему не голосовали значит он вами порвана или при вас порван после чего вместо него дают перед этим видите голосовать окей ли он огромное спасибо будем спасибо вам что есть возможность через вас ребята разговаривать с людьми которые может быть этой информации никогда бы не получали так что огромное вам спасибо и я рад что вы нашли друг друга взаимно-заимно спасибо до следующей встречи до свидания а